Здравствуйте! Война у нас, разрушение. Иногда в подвале живем, иногда в доме живем. Как приходится. Я живу с мужем, и двое внуков у меня под опекой. Дочка умерла три года назад. И вот я взяла под опеку деток 4-й и 6-й класс. Сын в армии. Хозяйство, да, есть. 6 курочек, 2 собачки. Тут даже держать опасно. Огород 3 сотки, который во дворе. Который за двором нельзя. Там прилеты были, и там даже сорняк не растет. В дом попала пуля на вылет. Вот здесь грады прилетали, от чего окна пострадали, крыша пострадала. И в подвале вот здесь вот матрасы выносили. Идти туда подальше в подвал, а сама рядышком. Взрывная волна закрывает резко двери, и я лечу вот все эти 12 ступенек туда. Ну, слава богу, без жертв, без ничего. Ну вот, это мой подвал, в котором пришлось мне с детьми пересидеть обстрелы. Вот здесь у нас матрасы были, стеллаж был, муж включил обогреватель. И вот мы здесь сидели, брали с собой лопату сюда, вдруг присыпет, чтобы откапываться. Ну, слава богу, мы уцелели, и этому я очень рада. 14-й, 15-й, 16-й, это очень-очень сильный бурь, очень страшно. Когда градами начали крыть, ну, испугались дети маленькие, уезжали в Харьков на месяц. Деньги закончились, назад вернулись, нас нигде не ждут. Дом есть, слава богу. Про организацию «Человек в беде» я узнала с сельского местного совета. С нами встретился человек, вчера привезли буквально окна и предупредили, когда они их будут вставлять. Мы не теряем дух, что мы еще кому-то нужны, вот за это и благодарим вас.